Ок. Всем доброго времени суток и мы с вами продолжаем нашу серию о истории Иерусалима, Иерусалим сквозь века. Мы в прошлый раз обсуждали, у нас было довольно бурное обсуждение, мы говорили на такую достаточно интересную тему, битва за Иерусалим и что происходило в последние уже годы британского мандата и время, на котором мы остановились. Это примерно война за независимость, перемирие и, соответственно, наша тема сегодня будет уже разделена на Иерусалим и я надеюсь, мы дойдем с вами до войны, шестидневной войны, но с нами, как обычно, Григорий Миломедов, Григорий, профессор исторических наук, доктор исторических наук из Москвы. Григорий, я рад вас приветствовать. Здравствуйте, Руэн. И мы с вами сегодня, я так понимаю, продолжим разговор уже о реализации плана раздела и что, в общем, происходило в Иерусалиме и с дипломатической точки зрения, наверное, поговорим немножко и с разных других углов зрения о жизни уже разделенного Иерусалима между 48 и 67 годами. Да, да. Вы знаете, я бы вот начал с того, как интересно изменилась позиция арабских стран сразу, как только стало ясно, что Иерусалим разделен на западный и восточный между Израилем и Орданией. До этого они категорически отвергали ООНовскую резолюцию о разделе подмандатной Палестины, резолюцию 181. Тут вдруг они о ней резко вспомнили, точнее вспомнили только о той ее части, которая касается интернационализации Иерусалима. И стали требовать, чтобы эта резолюция неукоснительно выполнялась. Причем, что самое интересное, это требование было направлено не только в адрес Израиля, но еще и в адрес Иордании. Потому что арабский мир был очень недоволен тем, что хашемитская династия обладела старым городом и храмовой горой. Там дошло до того, что через некоторое время Египет, Сирия и Саудовская Аравия поставили вопрос о том, чтобы исключить Иорданию за это издвиги арабских государств. Вообще, это очень интересная история. Мы можем говорить о том, что, по сути, наверное, вот этот раскол вреда от арабов очень, конечно, сыграл нам на руку. И даже когда Иордания в итоге аннексирует Восточный Иерусалим, кроме Великобритании и Пакистана, как мы знаем, никто этого не признает. Что интересно, ни одна из арабских стран это аннексии не признают. Да, и более того, даже некоторые авторы пишут так, что, понятное дело, что, конечно, арабские страны, которые напали на Израиль, воевали в первую очередь против Израиля, но в не меньшей степени они, можно сказать, воевали друг против друга, хотя, конечно, не в прямом смысле. Известно, что, когда Голдемейр встречалась тайно с королем Иордании, тот, если советовал, берите себе Негев, не отдавайте его Египту, потому что ему очень не хотелось, чтобы сильный Египет приближался к его границам. Так что, конечно, это сыграло роль. И что еще интересно, тут же вдруг эти арабские государства вспомнили, собственно, о палестинских арабах. То есть, они заявили, что Иордания ущемляет их права, что она аннексировала их земли. А между тем, если уж говорить о судьбе тех палестинских арабов, которые оказались беженцами, я думаю, мы сейчас, у нас, наверное, не хватит времени обсудить, почему они, собственно, стали беженцами, кто в этом виноват. Но так или иначе, можно сказать, что только Иордания отнеслась к ним по-человечески. Только Иордания этим людям, которые бежали из территории, создаваемого Израиля, только Иордания дала им гражданство. Все остальные соседи, включая Египет, Сирию, Ливан, просто поместили этих людей в лагеря, где они жили в жутких условиях, где из них просто готовили пушечное мясо будущих террористов для войн против Израиля. То есть, конечно, лицемерие потрясающее. Они могли обвинять при этом Иорданию в том, что она нарушила права палестинских арабов. Правда, через некоторое время все-таки было найдено компромиссное решение в арабском мире, и Иордании предоставили статус как бы временного опекуна этих территорий. Но если можно, я сейчас немножечко продолжу просто на тему, раз уж мы заговорили, как реагировали внешние страны, то просто про резолюцию ООН быстренько пробежимся, потому что тема на самом деле тоже потрясающая. Значит, смотрите, резолюция 181 не отменена. При этом под эгидой ООН на острове Родос заключается, собственно говоря, перемирие между Израилем и Иорданией. Но тут надо сказать, что вообще говоря, перемирие это было заключено еще до этого на территории самой Иордании, в Шуне, а в Родос просто уже были подписаны соглашения. И это, кстати, мне кажется, очень интересным прецедентом в том смысле, что перемирие это практически было заключено напрямую между Израилем и Иорданией, без участия международных организаций, а потом ООН как бы уже к этому процессу был, в общем-то, подключен, потому как предполагалось, что разные спорные вопросы будут решать комиссия, которая будет, в общем, под контролем ООН. Такой довольно интересный прецедент. Да, прецедент интересный. И самое интересное, что получается, что израильские представители смогли въехать на Иорданскую территорию в то время, когда еще шли боевые действия. Насчет того, насколько эти переговоры были тайными, ну тут сказать сложно, потому что действительно, как вы упомянули, там предполагалось участие представителей ООН в работе комиссии по наблюдению за соблюдением перемирия, и вряд ли, наверное, это можно было включить в текст соглашения без ведома самой ООН или каких-то еще великих держав. Но, тем не менее, действительно, все пишут, что, собственно, на острове Родос это было просто такое церемониальное подписание, а на самом деле все уже было подготовлено. И это, в общем, очень актуальная тема, да, по поводу международных конференций по Ближнему Востоку и так далее. Мы видим, насколько, в общем-то, малоуспешными они все были. И, с другой стороны, в Иордании вот эти прямые переговоры были достаточно успешными, и, в общем, конечно, было немало инцидентов в Иерусалиме, как мы знаем, но, в целом, если мы сравним наше взаимоотношение с Иорданией между 1948 и 1967 годом и наше взаимоотношение с другими арабскими странами, в общем, здесь будет, наверное, все-таки определенное отличие, правда? Да, я думаю, что да, безусловно. Что касается самого соглашения, то действительно, как вы упомянули, там была комиссия, там было, собственно говоря, даже два таких органа. Один орган — это комиссия по наблюдению за перемирием, комиссия, где было двое представителей иорданских, двое представителей израильских и пятый член нейтральный от ООН. И еще был создан, это уже не в ранге комиссии, а просто такая группа, по наблюдению за тем, ну, проще говоря, чтобы не нарушались ничьи права в плане святых мест. И вот этот орган был создан очень странно, конечно. Двое израильтян, двое иорданцев. Мой динамик не работает? Нет, вас хорошо слышно. Ага. Двое израильтян, двое иорданцев. И никакого посредника. То есть, совершенно очевидно, что в любой спорной ситуации там будет пад. Двое на двое. А та комиссия, где пять человек, не имела права что-то указывать вот этой рабочей группе. Поэтому иордания фактически могла делать, конечно, со святыми местами все, что она захочет. И действительно, как мы знаем... Что в итоге, к сожалению, произошло, как мы знаем. Да. В итоге, по крайней мере, евреям вообще было запрещено там появляться. И, мало того, даже тем арабам, которые остались по израильскую сторону границы, тоже было запрещено въезжать в восточный Иерусалим. Будь то христиане или мусульмане. То есть, мы можем говорить о том, что, по большому счету, въезд через единственный на тот момент, так сказать, пункт пограничный, который назвали воротом Мандельбайма. Хотя, на самом деле, никаких ворот там не было. Это был просто шлагбаум. И только к приезду Папы в 64-м году мы с вами посмотрим фотографии. Там был построен такой довольно красивый навес. Но, вообще говоря, это был просто шлагбаум практически в центре Иерусалима. Мы знаем сейчас, где это место находится. Это дорога номер один. И мы можем посмотреть. Сейчас я быстро покажу вам фотографии этого места сегодня. Это довольно известное место в Иерусалиме, конечно. Сейчас я покажу вам это фото. Там находится прямо на месте, где в свое время был этот перевалочный пункт, переход. Вот прямо через шоссе номер один. С одной стороны у нас еврейские районы. Мы видим здесь музей. Музеон Аллатефе. Как раз на том самом месте, где находился Шаар Мандельбайм, ворота Мандельбайма. Но, вообще говоря, интересно, что, вот вы говорите, на тот момент израильские граждане, но также и орданские граждане не могли пересекать эту границу. Верно? То есть, по сути, только если у вас был иностранный паспорт, вы могли перейти с одной стороны, с западной стороны Иерусалима, на восточную сторону. Да, да, конечно. И, что интересно, в это время уже в самой организации объединенных наций тоже делаются какие-то попытки, собственно говоря, совместить, во-первых, резолюцию 181 с той новой реальностью, которая возникла. Поскольку перемирие – это тоже под эгидой ООН, получается, два противоречащих друг другу решения. И, кроме того, нужно что-то делать со святыми местами, нужно как-то обеспечивать доступ к ним. И тут снова возникает идея так называемого функционального суверенитета. То есть, такие страны, как Швеция, Голландия, Франция, в общем-то, в период где-то до 1950 года делали вполне разумное предложение. То есть, они предлагали, чтобы конкретные святые места, конкретные храмы, конкретные мечети переходили под международное управление. Потому что другого способа как-то обеспечить нормальный доступ туда не было. Но все это блокировалось. Это блокировалось восточным блоком, то есть, имеется в виду Советский Союз и его сателлиты. Кроме Румынии, у которой всегда почему-то было особо хорошее отношение к Израилю. Плюс блок арабских государств и плюс католические, хотя не всегда все. В результате принимается резолюция номер 303, которая фактически подтверждает то, что Иерусалим должен быть международным городом. А вот этот вот статус, который есть, он временный. То есть, полный отход от реальности. Но, если мы с вами сейчас пробросимся вперед, я просто хочу уже закончить тему с резолюциями, просто чтобы было понятно. Смотрите, 1967 год наступает. Значит, закончилась шестидневная война. И Иерусалим объединен. Что делает Организация Объединенных Наций? Сначала она выпускает одну за другой несколько резолюций, в которых одно требование к Израилю – не менять статус Иерусалима. А, простите, какой статус? Какой статус? Что Восточный Иерусалим принадлежит Иордании, что Восточный Иерусалим принадлежит ООН, или что весь Иерусалим принадлежит ООН, или что он вообще непонятно, кому принадлежит. То есть, не менять статус. Ничего не понятно. Затем следует еще одна резолюция, чтобы Израиль... То есть, по сути, это призыв к сохранению какой-то неопределенности, на самом деле. Да, да. Дальше выходит резолюция с призывом к Израилю, чтобы он соблюдал, во-первых, права военнопленных, ну, понятно, война только что закончилась, и, во-вторых, права мирного населения на тех землях, которые армия только что заняла. И, в частности, там есть такой пункт, что не допускать продвижения на... Ну, фактически, в Иудеи, в Самарии, вот на эти все земли не допускать притока людей, собственно, из довоенного Израиля. И, ну, на тот момент это было понятно, да, действительно, война вот только что кончилась, чтобы не было никаких депортаций, не дай бог, каких-нибудь технических чисток и так далее. Но, впоследствии, это стало трактоваться, ну, во-первых, понятное дело, как запрет на поселенческое движение, а, во-вторых, даже запрет на любое строительство в Восточном Иерусалиме, как будто, вообще говоря, современный город можно заморозить на несколько десятилетий, чтобы он не строился, не развивался, и чтобы в нем ничего не происходило. Вот, но самое интересное, когда начали... Ну, раз вы упомянули здесь западный берег, и, вообще говоря, тут интересный такой вопрос. Вот вы, как историк, вы, наверное, намного больше следующее в вопросах дипломатии, дипломатического права. Как, вообще говоря, отнестись к тому факту, что мы знаем, не только в Восточном Иерусалиме, но и западный берег был официально аннексирован Иорданией. И, по сути, это, конечно, не было признано мировым сообществом. То есть аннексия произошла в Киприне в 50-м году, я не помню точно, когда было принято это решение орданского парламента, по-моему, это 50-й год, если не ошибаюсь. Я прав? Чуть-чуть раньше. Я сейчас как раз про это скажу. И как раз мой вопрос, вообще говоря, в этом плане, это довольно интересный прецедент, когда мировое сообщество говорит о незаконных деяниях Израиля, но при этом, по большому счету, мы видим, что война 67-го года – это война, когда Израиль освобождает эти территории у незаконно аннексировавших Иорданий. В том-то все и дело. В этом-то как раз и заключается юридический казус. И ООН, в общем-то, умышленно, по крайней мере, в отношении Восточного Иерусалима особенно, в отношении Иудеи и Самареи, может быть, немножко меньше, умышленно запутывала ситуацию. Вот начинают готовить какую-то резолюцию в ООН, настоящую, серьезную, которая впоследствии станет резолюцией 242. Возникают два проекта. Один проект англо-американский, другой проект советский. Но немножко у меня тоже звук не очень сегодня хороший. Это я просто отвечаю на вопрос, который здесь появился. Так вот, в англо-американском проекте говорится, что Израиль должен уйти с оккупированных территорий. Никакого определения, обратите внимание, арабских территорий, иорданских территорий, никаких, оккупированных. Чем отличается советский проект? Тем, что там слово «всех». Израиль должен уйти со всех оккупированных территорий. Тоже не поясняется. И начинается борьба вокруг слова «всех». В общем-то, те дипломаты, в том числе американские, в том числе Гольдберг, который тогда занимался подготовкой этих резолюций, они все признают, что речь шла именно об Иерусалиме. Вопрос, вот это вот маленькое слово «всех», оно было связано именно с тем, что… А как считать Восточный Иерусалим? Он оккупированная территория или нет? Он же как бы оккупирован у оккупантов, если на то пошло. И кто тогда его хозяин? Он, что ли? А он его брать не хочет под свой контроль. Вот поэтому вот создавалась такая ситуация. Советский Союз быстро понял, что его резолюция не пройдет. И он стал уговаривать своих союзников из числа арабских стран согласиться на англо-американский вариант, потому что иначе, мол, может так получиться, что вообще никакая резолюция не будет принята. И вот что интересно. Оказалось, что арабские страны, в общем-то, не возражают, чтобы Иерусалим не упоминался. Что заявляет представитель Египта? Представитель Египта говорит, ну что ж, это стало известно тогда, когда были в 90-е годы рассекреченные архивы Советского МИД. Вот я как раз тогда писал статью об этом. Так вот, представитель Египта приезжает в Москву и говорит, Израиль, конечно, не уйдет из Иерусалима. И это очень хорошо. Это дает нам возможность не обеспечивать судоходство по Советскому Каналу. Приезжает представитель Ливана и говорит, Израиль, конечно, не уйдет из Иерусалима. И это очень хорошо. И не будем принимать никакую резолюцию специально по Иерусалиму, потому что тогда не только мусульманский мир, но и весь христианский мир возненавидит Израиль. То есть сознательно все на это шли. Сознательно так получилось, что было... Вообще это очень типично для арабской дипломатии, правда? Использовать вот такого фактора для того, чтобы, подобно тому, как вы сказали, что ни одна из арабских стран, кроме Иордании, не приняла беженцев и не дала им никакого статуса, использовать все вот эти факторы в дипломатической борьбе против Израиля, чтобы продемонстрировать, что вообще говоря, вот как плохо себя Израиль ведет. Да, конечно. А дальше уже с этими резолюциями будут происходить очень интересные вещи. Постепенно слово оккупированная территория будет дополнено словом оккупированная арабская территория, правда, не сказано чьи. Потом вместо арабские станут говорить палестинские, понимаете, как хотите. Почему, собственно, палестинские? И таким образом... А вот, Григорий, интересный вопрос, на самом деле. Я, честно говоря, даже этого не знаю. В какой момент происходит вот это изменение, когда, если вы знаете, когда впервые появляются упоминания об оккупированных именно палестинских территориях? Это период, в общем-то, в 80-е годы, начало 80-х годов, может быть, чуть-чуть раньше, когда всерьез заявила о себе организация Ясера Арафата. И когда... Которая, по сути, создана была, как мы знаем, уже после Шестидневной войны. Да, и поначалу ее никто всерьез не воспринимал, в том числе сами египтяне. И, я так понимаю, КГБ предложил определенную руку к созданию этой организации? Еще бы, конечно. Вот. И... Да, постепенно Иордания начала понимать... Ну, мы сегодня об этом поговорим, какие были цели у Израиля и у Иордании в период от 48-го по 67-й год, и почему не так уж хорошо складывались отношения между Амманом и Восточным Иерусалимом. Но так или иначе, Иордания постепенно, постепенно начинает сначала де-факто отказываться от своих притязаний на земли, потерянные в 67-м году. Вот. Ну и, наконец, как известно, в 94-м, когда будет уже подписан полноценный мирный договор израильско-иорданский, то этому установлению дипломатических отношений, то перед этим Иордания официально откажется от своих притязаний в пользу Организации Освобождения Палестины, которая к этому времени получит от ООН статус единственного законного представителя арабского народа Палестины. Это я помню еще по новостям по телевизору в детстве. Григорий, это очень интересно, но мне кажется, мы с вами немножко забегаем вперед. Мы все-таки хотели поговорить, наверное, о периоде между войнами сразу после того, как было заключено вот это перемирие народа в 49-м году. У нас очень интересная, во многом трагичная ситуация, когда город Иерусалим разделен на две части. И мы немножко уже этого коснулись. Коснулись того, что здесь был целый ряд проблем, связанных с тем, что, во-первых, у нас были в Иерусалиме войска по обе стороны границы, и часто происходили всевозможные инциденты. И стрельба в Иерусалиме на тот момент была довольно-таки распространенным явлением. Израильские дипломаты вспоминают, что когда обращались к иорданской стороне по поводу нарушения условий соглашения, что какой-то солдат кого-то там выстрелил, иорданцы часто говорили, ну, это какой-то сумасшедший. То есть, вообще говоря, ситуацию контролировать было довольно сложно. Но, тем не менее, какое-то шатко-добалко, какое-то все-таки перемирие у нас с Иорданией было. И, кстати, я так понимаю, что арабские страны очень не погладили по головке Иорданию за то, что она заключила этот сепаратный мирный договор с Израилем. Мне хотелось тут показать вам несколько фотографий, где мы посмотрим с вами на то, как выглядел вот этот самый Шаар Мандельбойм, названный так в честь дома, который был построен Мандельбоймом. И вот это фото здесь, мы видим это фото времен как раз разделенного Иерусалима. Здесь мы видим надпись на иврите и на английском языке о том, что это почтовое, приграничное почтовое отделение. И здесь находится отделение израильской полиции. Прямо отсюда мы видим монашку, которая переходит на иорданскую сторону. Ну, как вы правильно сказали, призвитянам и иорданцам в общем была проблема переходить, но вот интересно в этой книге Иерусалим. История города в 20 веке. Очень интересная книга. Я всем рекомендую ее прочесть. Книга Мартина Гилберта, довольно известного британского историка, еврея, официального биографа Черчилля. Он пишет здесь о том, как люди с иностранными паспортами, даже евреи, все-таки могли эту границу пересекать. А вот здесь история одной женщины, Мэри Клоусон, которая на тот момент, она еврейка, американская еврейка, у нее американский паспорт, и она живет в Западном Иерусалиме, решает в 1953 году перейти через ворота Мандельбойма на иорданскую сторону, чтобы посмотреть на еврейские святые места. Да, и здесь на самом деле она описывает, насколько это был непростой процесс. Она говорит здесь, что в американском консульстве висело особое обращение тем, кто собирается пересечь границу Иордании. После пересечения границы мы советуем говорить как можно меньше уклоняться от вопросов, касающихся того, что вы делаете в Израиле. Также следует иметь при себе как можно меньше сувениров израильского происхождения. Арабские власти не одобрят любое проявление симпатии к Израилю с вашей стороны. И она пишет о том, как они волновались, когда они проходили арабский контрольно-пропускной пункт, можно себе представить. Наконец, после всех бюрократических проволочек в итоге удалось перейти. Некоторых отправляли назад. Вот она пишет о том, что английскую девушку, стоявшую в очереди перед нами, отправили назад. И происходили какие-то вот такие периодически непонятные истории, даже когда Израилю удалось добиться уже позднее, в 50-е годы от Иордании разрешения на въезд христианских паломников из Израиля, израильтян, на территорию старого города, то есть контролируемой иорданцами. Мы знаем, что иорданцы произвольно вычеркивали имена из этого списка. И вот она оказывается, она оказывается в Иерусалиме, и она говорит о том, что вообще говоря, конечно, визит произвел на нее довольно тяжелое впечатление. Никакого еврейского присутствия, никаких следов еврейского присутствия в еврейском квартале полуразрушенном и не осталось. У Стены Плача было построено огромное количество домов, было построено огромное количество арабских домов. По сути, часть жителей еврейского квартала на тот момент составляли арабы и беженцы из занятых Израилем районов Иерусалима. Стена не повреждена, она описывает Стену Плача, но пустынно. Там был только одинокий уличный торговец с открытками, он пытался продать по абсурдным ценам. Вот такая вот история. Стена Плача практически со всех сторон, мы знаем, была окружена арабскими кварталами и она говорит, я горела желанием увидеть, как выглядел старый еврейский квартал, попросила гида показать нам этот район. Не могу сказать, что гид пришел в восторг от моей идеи, но возражать не стал. Мы миновали обширную территорию Нитабалеку от Южной Стены, где все здания были разрушены. В других местах дома были повреждены, но беженцы все же жили в них. Постиранное белье было развешено в весьма неожиданных местах. Несколько древних синагог лежали в руинах, где раньше был стал еврейский рынок как базарная улица. Но мы знаем, что орданцы действительно разрушили очень большое количество синагог. Сейчас мы можем посмотреть на некоторые фотографии того времени. И осквернили кладбище. Осквернили кладбище на Масличной горе, проложив дорогу прямо через кладбище. Мы знаем, это происходило. Ну вот сейчас мне хотелось показать вам пару фотографий. Во-первых, конечно, очень известное трагичное фото мы видим у Баттейн-Махсе в самом центре еврейского квартала. Известная фотография это капитуляция еврейского квартала. И мы здесь видим солдата арабского легиона. Надо отметить, что арабский легион, который был укомплектован британскими офицерами, которые там оставались вплоть до второго перемирия, когда было второе перемирие. В 1948 году Великобритания потребовала всех своих офицеров вернуться и возглавлял это очень боеспособное подразделение ГЛАП, которого генерал ГЛАП, которого в Иордании назвали ГЛАП-ПАША. ГЛАП-ПАША потом напишет целую книгу своих воспоминаний, где, кстати, он, в отличие от... у вас есть фотографии здесь, да? Великобритания, видите, это книга ГЛАП-ПАША. Это книга ГЛАП-ПАША, да, о которой я сейчас говорил. А какая из них? Есть несколько его книг? Бенни Моррис. А, это книга Бенни Морриса? Да. Книга Бенни Морриса. А я имею в виду книгу воспоминаний самого ГЛАП-ПАША, которую, кстати, здесь периодически цитирует Мартин Гилберт. Конечно, ГЛАП-ПАША трудно было обвинить в каких-то симпатиях к евреям. Он служил иорданцем даже после того, как всех британских офицеров попросили вернуться. Он на тот момент был уже на службе иордании. И он оставался там вплоть до 1956 года. Но он, в общем-то, отметит, тем не менее, что защитники старого города вели себя исключительно мужественно. И даже когда почти 350 бойцов Аганей было отправлено в иорданский плен вплоть до 1949 года, они проявили в общем-то настоящее мужество там. Ну, а это фотография как раз того времени разрушенная в ходе боев синагога Тиферет-Исраэль. Кстати, эта синагога Тиферет-Исраэль сейчас есть прекрасный проект ее восстановления. Эта синагога очень красивая и ну вот сейчас как раз она восстанавливается только в наши дни. Конечно, о том, что синагога Хурва была разрушена, как и многие другие синагоги. Некоторые из них были использованы иорданцами для по сути конюшен. То есть, ну, в общем, ситуация была прямо говоря очень печальная в отношении всего, что имело какую-то связь с еврейским кварталом и с синагогами, с иудаизмом. Понятно, что иорданцы, по сути, стерли эту связь. Более того, Абдул-Альтар, который руководил, который, собственно, подписал, как мы знаем, соглашение о перемирии в Иерусалиме вместе с Маша Даяном, он поставил свою подпись на этом соглашении, знаменитая карта, где говорили о том, что куча потом была непоняток, связанных с тем, что карта была, так сказать, прочерчена толстым карандашом и периодически не очень было понятно, где, собственно, проходит граница. По этому поводу есть куча историй. Но интересно то, что Абдул-Альтар очень гордо заявил в 1948 году, что сейчас я вот этим захватом еврейского квартала по сути прекратил еврейское присутствие в Иерусалиме на тысячи лет. Но мы знаем, что он немножко ошибся. В 1967 году мы все-таки вернулись. Я, кстати, хотел тоже порекомендовать очень интересную книгу. Ее написал израильский историк Рафаэль Исраэли, который как раз входил в ту самую комиссию по наблюдению за перемирием. Называется по-английски Jerusalem Divided. Потом он написал книгу Jerusalem Undivided. Разделенный Иерусалим. Неужели со звуком ничего нельзя сделать? А что со звуком? Нет, сейчас со звуком все нормально. Это проблема того, кто спрашивает слегка. Сейчас все нормально. Прощение. И действительно, Ravroven там описывается масса эпизодов просто ну каких-то сюрреалистических. Когда, например, квартира находится на территории Израиля, а на балкон выйти нельзя, потому что балкон в нейтральной зоне. Или как там дети играют в футбол, мячик перелетает на иорданскую территорию и из-за этого целый пограничный инцидент. Вот, к сожалению. Ravroven, не слышу вас? Мы тебя не слышали. Повтори последнюю фразу, слегка. Да, да, да. Я прошу прощения, я выключил звук. По поводу сюрреалистических инцидентов, мне как раз хотелось допомнить это довольно интересной фотографии, которая, в общем, вошла в историю. Фотография действительно уникальная, и за этой фотографией стоит целая интереснейшая история. Здесь, на этом фото, мы видим как раз на линии размежевания, как раз, так называемый ворот Мандельбойма, мы знаем, что с израильской стороны, там, кстати, происходили тяжелые бои, прямо у границы, то есть на современном шоссе номер один, находится очень красивое здание, которое называется Нотр-Дам, тогда оно называлось Нотр-Дам-де-Франс, сейчас оно, кстати, называется Нотр-Дам-де-Жерузалем, это, в общем-то, французская миссия, сейчас она передана Ватикану, и это здание служило католическим монахом, и католическая монашка, одна из монашек, это очень известная история, просто выглянула из окна, а прямо перед ней, как мы знаем, собственно, линия размежевания, и, ну, так сложилось, что ее челюсть выпала на нейтральную полосу, потеряла зуб, что теперь делать, вы понимаете, это международный скандал, как эту челюсть доставать, что с ней делать, и, ну, эта история была благополучно разрешена только с помощью международной комиссии, и мы видим здесь французского офицера, который во главе этой комиссии, здесь он в центре фотографии, это не та самая монашка, она отказалась фотографироваться, а фото было сделано знаменитым Рубингером, который потом сфотографирует, конечно, наших десантников Устины Плача, это фотография, которая будет потом напечатана в лайках, в других очень известных журналах, обойдет весь мир, но вот эта фотография с монашкой действительно совершенно уникальная история, произошла она в 1954 году, и история с поисками дорогой ее сердцу челюсти, как выяснилось, она была выписана из Парижа, она какая-то была там очень важная, ну, короче говоря, завершилась эта история благополучно, но таких историй, надо полагать, было немало. Да, А я тоже подготовил табличку, может быть, так нам будет легче поговорить о том, как же все-таки происходило развитие западной и восточной частей Иерусалима в период разделения, и заодно мы увидим, какие разные цели ставили перед собой Израиль и Иордания. То есть, если так немножко забегать вперед, для Израиля, конечно, было очень важно именно обозначить западный Иерусалим как столицу. Ну, конечно, было важно еще его и укрепить в военном плане, и создать хорошие коммуникации с побережьем, и коммуникации на юг, в сторону пустыни Негер. Вот, но как бы сверхзадача это обозначить его как столицу, и по возможности, чтобы другие страны, пусть хотя бы не до юра, но де-факто согласились с этим. И, кстати, некоторые историки пишут, что для Бен-Гуриона, например, в этот момент уже было важно не только то, чтобы Иерусалим был каким-то национальным символом, это был своего рода бунт против ООН, против великих держав, так сказать, желание показать, что Израиль теперь действительно суверенное государство, и он сам будет решать, какой город является его столицей. Кстати, это интересно, что именно Бен-Гурион настоял действительно на решении о том, чтобы было официально поразглашено, что Иерусалим столица Израиля, хотя многие, некоторые в его кабинете, в общем, не были уверены, насколько это целесообразно. Да, действительно, насколько я понимаю, основным его оппонентом постоянно был Мошешарет. К сожалению, я не очень хорошо знаю биографию этого человека, почему они так часто расходились во мнениях. Рафт Руэн, вы не в курсе? Ну, я небольшой специалист в этой области, я вряд ли тут что-то могу добавить, но я могу просто сказать от себя, что вот эта позиция Бен-Гуриона, которая была очень принципиальной в вопросе об Иерусалиме, наверное, на тот момент была очень важной, и это решение в итоге будет принято, и мы знаем, что Кнесет сначала приезжает в Иерусалим, практически первые израильские государственные учреждения приезжают в Иерусалим уже в 49-м году, а этот процесс займет несколько лет, процесс приезда в Иерусалим вплоть до 53-54 года, но, в общем, это решение, на мой взгляд, было очень важно. Можно я сейчас включу демонстрацию экрана? Так, конечно, так, вот, как раз то, о чем вы сейчас говорите. вот, мы сейчас можем посмотреть, видно табличку? Да, видно, все отлично. Вот, слева действия Израиля, справа действия Иордании, и вот мы очень хорошо можем видеть, как Израиль стремится к тому, чтобы Западный Иерусалим стал столицей, и был признан в таком качестве, это главная цель, а у Иордании цель, прежде всего, религиозная, чтобы все признали, что Хашемитская династия отныне владеет мечетью Аль-Аксах, храмовой горой и вообще старым городом. При этом, во плане государственном, как раз во многом Иорданский Иерусалим теряет свое значение. Да, он действительно теряет свое значение, и мало того, он становится центром, так скажем, ну хотя Муфтия Хусейни там уже нету, но его последователи есть, и Иерусалим становится как бы центром сопротивления части палестинских арабов Амману, королю, и не случайно в 51-м году, 20-го июля, король Абдалла будет убит во время посещения Иерусалима. Глаб Паша, кстати, подробно описывает это в своей книге, он говорит о том, что бойцы легиона, которые были на тот момент с ним, и в том числе Абдалла Альтал и другие, те, кто там присутствовали, говорили о том, что нужна очень серьезная охрана, и по какой-то причине на Храмовой, находясь уже на Храмовой горе, Абдалла по сути настоял на том, чтобы толпы людей, которые там видели, приветствовали его, он по сути оголил себя и получил выстрел, несколько выстрелов в спину, но этот убийца, террорист, был ликвидирован на месте бойцами Арабского легиона, но тем не менее, вот интересно, почему Абдалле было важно, так сказать, себя освободить от кольца оборонявших, защищавших его на Храмовой горе людей Арабского легиона, бойцов Арабского легиона, он хотел этим продемонстрировать, что он контролирует ситуацию? Может быть, трудно сказать, действительно, что было в голове у короля. Я слышал еще историю, что ведь его внук, будущий король Хусейн, там присутствовал и чудом остался жив, да? Он не просто там присутствовал, а согласно тому, что приводит, по крайней мере, Мартин Гиберт в этой книге, он рассказывает там о том, что его практически чудом спас орден, пуля попала в орден, который был у него на груди, и это, по сути, спас свою жизнь. Да, и поэтому король Хусейн будет всю вот эту вот публику, всю эту восточно-яерусалимскую элиту просто ненавидит лютой ненависть и всю свою жизнь. Вот, но давайте немножко вернемся к хронологии. Значит, вот как действует Израиль. В 48-м году, еще до заключения перемирия, в Иерусалим переезжает Верховный суд. Дальше, евреи западного Иерусалима участвуют в первых выборах Кнессета. Практически тут же происходит первое заседание Кнессета в Иерусалиме, и там приносит присягу президент Хайм Вейтсман, хотя его резидент, будет пока еще в Тель-Авиве Вейтсмана. Дальше, сразу после перемирия в Иерусалим, ну, западный, переезжает офис премьера и премьер-министра, и все министерства, кроме трех. Это Министерство обороны, Министерство иностранных дел и Министерство полиции. 10 декабря, правительство объявляет Иерусалим столицей. 19 января, Кнессет провозглашает Иерусалим вечной столицей Израиля. Это еще не тот основной закон, который будет принят в 1967 году, тот будет принят относительно объединенного Иерусалима. 52 год, новый президент Ицхак Бен Цви переносит свою резиденцию в Иерусалим. И, наконец, в 1953 году туда переезжает Министерство иностранных дел. И это момент очень важный, потому что, конечно, подавляющее большинство стран мира не хочет признавать Западный Иерусалим столицей. Но что им теперь делать? Их, конечно, головные офисы, там посольства находятся в Тель-Авиве, но они должны теперь каждый день ездить на работу в Иерусалим. А теперь посмотрим действия Иордании. Первое, что делает король, он созывает Палестинский национальный конгресс. Фактически, это собрание, вообще-то сказать, всех старейшин и иудеев, и самарей, и восточного Иерусалима, которые присягают ему на верность. Дальше он переименовывает страну. Транс-Иордания переименована в Иорданию, что означает, что он контролирует оба берега. Дальше он вводит должность хранителя святых мест, между прочим, не только мусульманских, а вообще всех святых мест Восточного Иерусалима, одновременно служитель мечети Аль-Акса и суперинтендант храмовой горы. И на эту должность он назначает вот того самого Раджиба на Шашибе, о котором мы много раз говорили. В 1953-м. Такая история с Раджибом на Шашибе интересна еще и тем, что, насколько я понимаю, он был женат на еврейке французского происхождения. И вообще был человеком достаточно светским, очень далеким от того, что мы сегодня ассоциируем с арабским таким национализмом, потому что сегодня это в основном религиозный арабский национализм, но, наверное, его можно назвать светским арабским националистом, который, в общем-то, был на умеренных позициях по отношению к Киеве. Да, я с вами согласен. Это вообще все-таки был период, когда джихадизм не был распространен. Вот тот террорист, который застрелил короля Абдалу, он-то как раз действительно был из джихадистской организации, но это еще не была их эпоха. Это была эпоха светского арабского национализма. Вот, но возвращаясь... Да, и, кстати, даже, вот если мы смотрим фотографии тех лет, когда Мошедаян ведет переговоры вот о линии перемирия или еще какие-то там вот где сфотографированы иорданские военные, они совершенно не похожи ни на каких джихадистов или арабские лидеры Восточного Иерусалима. Ну, иорданская элита, вообще мы должны этого не забывать, была очень тесно связана с Великобританией, они все получали и по сегодняшний день получают блестящее образование в Британии. Я думаю, что это очень мало имеет отношения к простым людям, жгучим в Ордании. Ну, да, конечно. Вот, но завершая вот эту вот хронику действий орданской стороны, вот мы видим, что все касается, в общем-то, религиозных вопросов. В 1953 году он король, уже новый король, вводит официальный праздник в честь Аль-Мирадж, это вот это вот мистическое путешествие пророка Мухаммеда на небо. Делается это исключительно для того, чтобы усилить поток паломников в Иерусалим. Кстати, отметим, что слово Иерусалим ни разу не упоминается в Коране, и история о том, как Иерусалим стал третьим святым городом ислама, исключительно для суннитов, не для шиитов, шиит этого не признают, это отдельная история, она немножко за рамками нашего сегодняшнего повествования, но она связана тоже с политическим расколом в арабском мире и с необходимостью, так сказать, чтобы были святые места в альтернативном центре, не в Мекке и Медине, а где-то еще. Иерусалим на тот момент очень подходит, и таким образом мечеть Аль-Акса, построенная в Иерусалиме, Аль-Акса, вот та самая мечеть, которая символически должна быть тем самым местом, откуда пророк Мухаммед совершает свое путешествие на небо, описанное в Коране, написано, что он переместился в мечеть отдаленную, то есть Аль-Акса, но нигде не упоминается, что это Иерусалим. Да, и как видим, три раза собирает за этот вот период король собирает в Восточном Иерусалиме Всемирный Исламский Конгресс, причем Первый Конгресс одобряет наконец-то иорданский суверенитет над городом. А что касается чисто политической стороны, то действительно был момент, когда парламент Иордании провозгласил Восточный Иерусалим второй столицей и даже один раз там собрался, но после этого он ни разу там не собирался и никаких действий по превращению Восточного Иерусалима во вторую столицу не было, совершенно, ни одного политического действия. Вот, и дальше здесь мы можем поговорить немножко сейчас об экономической ситуации, социально-экономической, что там делали обе стороны. Но, может быть, перервусь немножко, Рафрой Иоанн, наверное, вам тоже хочется что-то сказать сейчас, тем более, что вот это вот уже точно по вашей части, смотрите, эти здания, которые строили израильтяне в западной части Иерусалима. Ну, действительно, Западный Иерусалим, Григорий, как вы отметили, очень быстро развивался и, наверное, тут надо отдать должное очень правильному решению тогда Бен-Гуриона во многом о том, чтобы провозгласить Иерусалим в столице. Дело в том, что, несмотря на его бывшее, на его большое существенное развитие, все-таки Иерусалим находился во многом из-за того, что он был городом разделенным во многом как бы на периферии. Если мы смотрим на людей, которые жили в Израиле, поездка в Иерусалим могла оказаться достаточно небезопасной, город был разделен, как мы прекрасно понимаем. И, тем не менее, вот Кнесет переезжает, как вы правильно сказали, одним из первых переезжает в Иерусалим, вот это здание Кнесета, которое по сегодняшний день находится на улице Кинг-Джордж, Кинг-Джордж 24. Это знаменитый дом Фрумина, который, собственно, был построен в 1947 году, тогда достаточно современное, строительство, но который был очень подходящим потому, как там достаточно были большие помещения. Здесь написано, как вы видите, что это дом, где заседал израильский Кнесет. Изначально предполагалось, что здесь будут находиться коммерческие структуры, здесь будет находиться крупный банк, но в итоге здесь оказался Кнесет. Предполагалось, что это временное жилище Кнесета, но план строительства нового Кнесета, который был, в общем-то, уже утвержден в 1956 году, там были довольно долгие дискуссии на тему того, когда начинается строительство. В итоге, как мы знаем, хотя проект был утвержден, только в 1966 году было открыто уже новое знаменитое здание Кнесета. Вот, собственно, я вам сейчас покажу еще несколько фотографий. Ну, из нового здания Кнесета, собственно, я не буду показывать всем известное фото, а скорее покажу вам макет вот той самой модели, которая была утверждена. Это утвержденный макет нового здания Кнесета, и Кнесет будет заседать в своем новом здании, в своем знаменитом новом здании, очень красивом, уже с 1966 года, то есть еще до войны 1967 года. А вот, собственно, это фотографии еще старого Кнесета на улице Кинг-Джордж, и мы видим, что здесь проходили не только заседания Кнесета, здесь проходили заседания правительства. Конечно, в центре мы видим такой интересный позе Давида Бангурена, невозможно не обратить на это внимание, такая очень забавная поза здесь, да. По поводу восточной... Слыха, слыха, сейчас делают музей, сейчас написано ремонт, и будет музей Кнесета. Да, я читал об этом, Натан, спасибо, это очень интересная информация, действительно, наверное, давно уже назрела создать там музей, здание, интересное, и особенно интересная история переселения, так сказать, наконец-таки, парламента из Тель-Авива, потому что сначала все-таки он заседал в Тель-Авиве, и уже только после прекращения боев. Официально Кнесет стал заседать в 50-м году в Иерусалиме, как написано на здании, но уже в 49-м году практически переместился парламент израильский в Иерусалим. Это очень важное было решение. Если мы говорим о Иорданском Иерусалиме, мне кажется, тут тоже, во-первых, интересно фотография того времени из газет, это такой небольшой калаш, сейчас я вам его покажу. Ну, это одно из таких очень важных событий, которые мы уже упоминали. это покушение, успешное покушение на короля Абдалу. Успешное покушение на короля Абдалу, которое произошло на Храмовой горе. И после этого сын Абдалы, который был, в общем-то, не вполне полноценен в ментальном плане, он всего лишь несколько месяцев будет формально королем, а дальше Иорданский парламент уже его внука Хусейна назначит следующим королем. Иерусалим, если говорить о Восточном Иерусалиме, Иерусалиме-Орданском, действительно, как вы сказали, Григорий, несмотря на все попытки Иордании как-то утвердиться в статусе хранительницы вот этого святого города и возвести его в такой международный статус такого центра ислама, во многом все-таки, наверное, в особенности по сравнению с ростом западного Иерусалима остается во многом провинциальным городом. И я думаю, тут еще один фактор важный. Не случайно там будут волнения в 64-м году тоже. То есть, вот рост арабского национализма, который, по сути, направлен против Иордании, направлен против власти хашемитов. Иерусалим становится центром такого города, и поэтому, наверное, Иордания не сильно заинтересована в его развитии. Это еще одна из причин. Я прав? Да, безусловно, вы правы. Хотя, конечно, Иордания пыталась извлечь выгоду, по крайней мере, коммерческую, хотя бы из туризма, но это ей не удавалось до 61-го года. Только в 61-м году появился более-менее эффективный менеджер, который как-то стал улучшать экономическую ситуацию в Восточном Иерусалиме. А в целом там получилось вот что. Что после войны очень многие обеспеченные арабские семьи, то есть уехали-то они во время войны за независимость, имеется в виду, за независимость Израиля, конечно. Ну, короче говоря, много обеспеченных семей покинуло Восточный Иерусалим, и они туда не вернулись. Как мусульмане, так и христиане. Численность христианского населения стала падать там просто катастрофически. Она упала за годы Иорданского правления с 31 тысячи человек до 10 тысяч человек. Ну, тут, наверное, еще стоит упомянуть, что, в общем-то, были определенные законы, принятые в Хошемитском королевстве, которые ограничили права христиан и направлены были на то, чтобы, в общем-то, было такое унифицированное образование, где все обязаны изучать Харан, все обязаны изучать все, что касается ислама, а христианство запрещено распространять и внутри христианских школ не выделялись фонды на их расширение, для христианских организаций было куча приполнцев. Ну, это все понятно. Мы с этим с вами знакомы. Да. Ну, и, соответственно, пошел встречный процесс, святое место пусто не бывает, как говорится, и на место вот этой вот публики, ну, которую мы, наверное, условно могли бы назвать арабской интеллигенцией, которая покинула город массово, туда хлынули как раз люди из деревень, люди малообразованные, люди бедные, люди радикально настроенные, настроенные и против короля, и настроенные, естественно, против Израиля, и это очень сильно изменило вообще облик города, сделало его непривлекательным для бизнеса, и, собственно говоря, численность населения это там падало. А вот, что касается населения западного Иерусалима, то здесь картина довольно интересная. Сейчас я снова включу демонстрацию экрана, мы сейчас подойдем туда. Вот, численность населения западного Иерусалима. Давайте посмотрим. После войны, 1948 год, 84 тысячи. Уже за один год приезжает еще 20 тысяч. 52-й год 139 тысяч. 61-й год 165 тысяч. 66-й год 195 тысяч, почти 200. Это еврейское население. Но в то же время... Достаточно существенный рост. Да, достаточно существенный рост. Правда, в значительной степени он был за счет ма-оборот. То есть, за счет беженцев, то есть, вынужденной сифардской алии. Люди, которых мусульманские страны просто выгнали вообще без копейки денег после войны за независимость. Я сейчас покажу одну... То есть, вообще справедливо будет сказать, что, конечно, экономические проблемы в Иерусалиме западном тоже были очень существенны. Да, безусловно. Сейчас я к этому вернусь. Я просто хотел показать картинку. Так, остановить демонстрацию. Так, я сейчас хочу демонстрацию экрана. Вот. Смотрите. Это не Иерусалим. Это Рош-Ха-Айн. Вот. Но можно себе представить масштаб гуманитарного бедствия. И с чем вообще пришлось столкнуться правительство. Да. Но по воспоминаниям очевидцев, карточки в Иерусалиме были еще в 1953 году. Да. Но вообще довольно удивительно, что мэр Тедди Колик только в 1966 году попросил, вообще говоря, для мооборот в Западном Иерусалиме статус городов развития. То есть, хоть какое-то дополнительное финансирование. Как вообще Иерусалим справлялся с этим потоком? А среди сефардов действительно очень многие ехали именно в Иерусалим. Это были религиозные люди. Как они справлялись с этим без дополнительного финансирования? Правительство направляло на Иерусалим около 30% инвестиций на развитие городов. Это действительно так, но этого очень не хватало. И кроме того, проблемы были связаны во-первых, с безопасностью, постоянные обстрелы очень ну, короче говоря, это было очень плохо для бизнеса. Всего от 3 до 6 процентов частных инвестиций в Израиль и вообще всех в этот период приходились на Иерусалим. Это, конечно, очень сдерживало развитие города. Несмотря на то, что делалось много, действительно строили шоссе, была построена железная дорога и возводились новые районы и ликвидировалась вот эта ситуация довоенная, когда Иерусалим был отрезан от побережья кольцом арабских деревень. Теперь правительство озаботилось тем, чтобы создавать еврейские предместия и в общем-то все это было сделано, но тем не менее мы можем сказать, что хотя население западного Иерусалима росло, но удельный вес населения города в общем населении еврейском Израиля падал как раз. Вот это свидетельство вот тех экономических проблем, которые были. Ну и, наверное, можно говорить о том, что действительно Иерусалим все-таки из-за того, что он был разделенным городом, по сути оставался таким своего рода тупиком. И вот это собственно то, как описывает это, вот опять же я цитирую книгу Иерусалим Мартина Гилберта, эмигрантка Олаха Даша, новая репатриантка еврейская из Британии, которая приехала в 57-м году, она говорит, что Иерусалим по сути в буквальном смысле остается глухим тупиком, самым дальней точкой территориального коридора, идущего через идейские холмы от побережья, то, что она пишет. Ну, конечно, очень небезопасный, как мы видим, очень существенно ограничивала развитие Иерусалима. И вот вы упомянули бедность, упомянули сложные условия. Мне тут хотелось показать еще пару очень интересных фотографий, достаточно известных фотографий, но тем не менее, вот посмотрите, как жили не только простые израильтяне того времени, но и очень даже известные люди. Вот, например, посмотрите, это кухня Голдемейр. 54-й год Иерусалим, кухня Голдемейр. А это фотография 57-го года, она готовится к пасхальному седу, тоже достаточно скромная обстановка, обратите внимание. Все очень, очень скромно. Но это ведь была официально провозглашенная политика, политика экономии. И насколько я знаю, даже после 50-х годов долгое время, например, поездки за границу для израильтян считались роскошью, облагались налогом на роскошь. Я не ошибаюсь? А, у меня микрофон выключен. Все верно. Вот. И некоторые, честно говоря, вот такие, как это сказать, аскетические вещи иногда звучат странно. причем, например, Бен-Гурион долгое время говорил, что достаточно одного телеканала, незачем валить. Два или тем более три. Да, в нашу эпоху, так сказать, роскоши и потребительства довольно сложно, конечно, понять, то поколение, но я думаю, что во многом вот именно это отношение и определенный идеализм, который вообще был свойственным израильтянам того времени, наверное, сыграли очень важную роль в том, что не только Иерусалим, но и Израиль в общем смог не просто выжить, а смог действительно стать сильным. Да, конечно. И уж во всяком случае не было таких цен на жилье. Вот, Раф Роган, мне кажется, мы подошли к 67-му году. Да, вот мне как раз хотелось задать несколько вопросов по поводу того, почему, собственно, несмотря на все предупреждения Израиля, король Хусейн, который, как мы знаем, в целом был прагматиком, совершает эту для себя потальную ошибку и открывает фронт как раз вот в том самом месте, я вам показывал на прошлой лекции, где находилась демилитаризованная зона DMZ, да, и до этого там было здание британского High Commissioner, британского Верховного комиссара, а потом там оказывается у нас ООН, это район Иерусалима Армона Нацид, Армона Нацид, собственно, так и переводится, как дворец наместника, если хотите, да, то есть, так как там находилось это здание администрации, сначала британское, потом ООН, все-таки Хусейн дает приказ открыть огонь на четвертый день войны в 67-м году, что послужило причиной? Вы знаете, одна причина, в общем-то, очевидна, а другая, это уже конспирологическая теория, хотя и очень распространенная. Очевидная причина заключалась в том, что Нассер просто скрывал от всех, и особенно от соседей, и в том числе от Иордании, насколько плохо у него идут дела на фронте, то есть он терпел поражение, а шли победные реляции. И очень многие считают, что король Хусейн просто был введен в заблуждение. А вторая версия, некоторые историки ее высказывают, она заключается в том, что, вообще-то говоря, израильская разведка вела очень тонкую игру, и не особенно опровергала заявление Нассера о том, что он побеждает. То есть ставка была сделана на то, что Хусейн втянется в войну. Ну, мне кажется, тут еще был фактор определенного арабского давления на Иорданию, и в каком-то смысле такого психологического давления, связанного с тем, что Иордания, вы это уже упоминали, вообще воспринималась немножко как такая, если хотите, чуть ли не пособница Израиля, она первая заключила сепаратный мирный договор сначала в 49-м году, и вообще отношение иорданцев было относительно, ну, относительно других арабских стран не столь принципиально антиизраильским, и такое впечатление, что тут был какой-то еще такой момент арабского демонстрации, может быть, показной демонстрации арабского единства, и Хусейн принял это решение атаковать израильские позиции. И я думаю, что эти арабские страны были в глубине души просто счастливы, что Хусейн потерял храмовую гуру и мечеть Алякса. Вот это, кстати, очень интересный момент из психологии, вообще говоря, арабов. Мне тут хотелось, если вы позволите, еще небольшой экскурс к той самой книге, которую написал Глаб Паша, книга с таким очень показательным названием Soldier of the Arabs, то есть солдат арабов, он действительно, или Soldier with the Arabs, солдат с арабами. Этот человек возглавлял Арабский легион с 1939 года и находился в Ордании вплоть до 1956 года, если не ошибаюсь. Там потом наметились определенные разногласия у него с Хусейном, но все время, пока Абдала был королем, еще несколько лет после этого, он возглавлял Арабский легион, и он очень хорошо знал ментальность арабов, очень хорошо понимал, что там происходит. Вот он пишет очень интересную вещь здесь, я позволю себе короткую цитату, он говорит о том, что мелким шрифтом, я не смогу вывести это на экран, тем более, что это по-английски, я просто сейчас, так сказать, свой произвольный перевод, если вы позволите, это из его книги Soldier with the Arabs. И он здесь приводит, что Абдулла, король Абдулла никогда не мог, по сути, наладить нормального контакта с египтянами. Были очень существенные различия в их отношении, очень разные интересы, но также разная ментальность. Абдулла был практиком, в отличие от других арабских лидеров, он был практиком, он, в принципе, готов был пойти на компромисс, единственный из всех. И дальше он пишет, что я вот эту бескомпромиссную позицию у нас тоже встретил в лице Тафика Паши, который, хотя бы был премьер-министром Иордании, был изначально, то есть он, как бы, выражаясь сегодняшним языком, палестинец, он был из АКО, он родом из АКО, такое впечатление, что это существенный момент, как мы дальше увидим, так и есть. И когда в свое время он сказал, он сказал Таты Купаше, речь, очевидно, шла о операциях арабского легиона во время войны за независимость, что нужно отступать, тот сказал, что этого делать ни в коем случае нельзя. Он говорит, но если мы сейчас не отступим, мы потеряем все. А тот ему говорит, лучше мы потеряем всю армию, лучше мы потеряем всю армию, но потеряем его как герой, сражающийся за нашу родину, чем мы позорно отступим. Это будет лучше для истории. И Глав Паша говорит, я совершенно не мог понять этого подхода, это был совсем не подход Абдаллы, это, видимо, был не подход Хусейна во многом, но тем не менее Хусейн, который не был радикалом, все-таки в итоге принимает вот это для нас очень хорошее решение, потому что оно в итоге привело, конечно, к объединению Иерусалима и к восстановлению нашего контроля не только над Иерусалимом, но и над, в общем-то, выходом к библейским границам. И в Дея, Самария в итоге становится израильским. Хотя вопрос о суверенитете, как мы знаем, вплоть до сегодняшнего дня еще, к сожалению, остается открытым. Вопрос это так до конца и не решен. И вы знаете, есть один интересный момент, вот если возвращаться к решению мирового сообщества, то осенью 1967 года, вот когда уже готовилась эта знаменитая резолюция 242, о которой мы сегодня говорили, король Хусейн приезжал в Москву. Данные о самом факте такого визита, вот они были тогда в этих рассекреченных архивах МИД Советского Союза. Но там не было ни одного слова о том, с кем он встречался и о чем говорил. А это как раз был период, когда я писал диссертацию, меня этот момент очень заинтересовал, потому что но все-таки Иордания это была как бы главным действующим лицом вот этой ситуации с переходом Восточного Иерусалима из одних в другие. И тогда как раз это был 2004 год было десятилетие установления дипломатических отношений между Израилем и Иорданией и в Москве собралась большая конференция. Там были израильтяне, там были иорданцы. Вот я там был от Института Востоковедения и тоже делал доклад и потом подошел ну с такой наивностью подошел к людям из Иорданского посольства и задал вопрос что вот его величество приезжал в 67 году но неужели ничего не осталось? Нет. Ничего не осталось? Не говорят по крайней мере. То есть вообще вот приезжал и как будто приехал и уехал никого не видел никому не сказал ни слова. Вот. Но мы знаем что потом будет вообще переговоры контакты между Иорданией и Израилем в общем-то даже в самые плохие периоды наших отношений все-таки сохранялись на каком-то определенном уровне и мы знаем что когда был трагический эпизод когда на так называемом островке мира были расстреляны орданским солдатом израильские школьники Хусейн в общем сделал тогда достаточно беспрецедентный шаг он во время Шивы когда семьи сидели в Шиву он приехал это достаточно была беспрецедентная вещь которую наверное ни один другой арабский политик того времени конечно бы не сделал да и сегодня наверное никто бы не сделал этого но бои были очень тяжелыми мы знаем что несмотря на то что в итоге конечно мы смогли полностью освободить Иерусалим бои в Иерусалиме были достаточно тяжелыми мы знаем что арабский легион который на момент войны за независимость был наверное самой мощной боевой организацией боевой структуры того времени по большому счету если мы проанализируем бои 1948 года к сожалению практически все бои арабскому региону проиграли мы не смогли освободить старый город Иерусалима мы не смогли взять Латрун который стратегически занимал очень важное положение между Талавием и Иерусалимом и было поражение в Гуши Ционе ну во многом это было связано с тем что конечно легион был хорошо укомплектован британскими офицерами инструктирован и управлялся ими вплоть до второго перемирия когда британские офицеры покинут этот регион мы увидим что в итоге в 67 году хотя это будет достаточно сильным формированием все-таки все бои в 67 году армия обороны Израиля уже выигрывают и вот этот знаменитый бой за арсенальную горку где в свое время находилась укрепленная позиция там была британская полиция мы знаем что это был очень тяжелый бой сначала недооценили наши недооценили была неправильная информация разведки сколько там защитников но в итоге потеряв довольно большое количество бойцов все-таки мы обладели это очень важной стратегической высотой а потом конечно бои за старый город ну и знаменитая фраза Моты Гура о том что Харабай Бейдену храмовая гора в наших руках тоже кстати говоря наверное может быть не в рамках нашей сегодняшней встречи а уже если у нас будет такая последняя встреча конференция имеет смысл поговорить о том почему все-таки не было принято решение об аннексии той же самой храмовой горы это очень быстро было передано арабскому административному комитету ВАКФ который был как мы знаем был и остается на антиизраильских позициях ситуация достаточно парадоксальная но все-таки несколько фотографий того времени мне хотелось вам показать начать конечно нужно наверное с самой известной фотографии мы начинали с очень печальной фотографии когда бойцы старого города вынуждены были сдаться легионерам а вот эта фотография когда наши парашютисты очень известное конечно фото которое облетело кстати все журналы мира и хочу сказать вам что хотя в общем-то азбара израильская скажем так пропаганда на тот момент и да и сегодня нельзя сказать чтобы она была очень успешной в мире вот мне кажется такие фотографии они делают они играют очень важную роль посмотреть на этих на лица этих ребят которые вышли они светские ребята не религиозные но они вышли к стенам старого города они вышли к стене плача они вышли к храмовой горе и посмотрите слезы в глазах конечно это ну для христианского мира опять же я считаю что это очень важное тоже понимание того насколько Иерусалим остается всегда был и будет еврейским центром и эта фотография сыграла очень-очень важную роль в понимании этого ну а это фото может быть не столь широко известно это наши бойцы на храмовой горе с захваченными флагами иорданских подразделений вы видите они прямо на храмовой горе и доступ на храмовые горы сначала был свободным в течение достаточно короткого времени потом было решение религиозное решение о том что нужно ограничить туда доступ а потом было уже политическое решение передать это администрации в АКФА я считаю что тут была совершена очень большая ошибка но как бы нельзя наверное у истории нет сослагательного наклонения нам нужно иметь дело с тем что есть это очень известная фотография вы видите тут еще нету практически пространства перед стеной плач то о чем мы говорили это плаза эта площадь будет расчищена уже позже это сразу после победы мы здесь видим главного раввина армейского рава Горана со свитком Тора мы знаем что он трубил в Шафар мы знаем что в прямом эфире на израильском радио слышали благословение Шейхьяну что мы дожили до этих дней конечно война 1967 года это не просто победа это выход к библейским границам это реализация библейских пророчеств для очень большого количества даже светских евреев я думаю эти фото на них невозможно смотреть ну просто так на них невозможно смотреть ну не испытав какого-то определенного чувства и я даже знаю что советские евреи хотя я родился в 1972 году конечно я родился позже но советские евреи на тот момент испытали тоже чувство гордости за то что они евреи может быть впервые именно после победы 1967 года так что конечно это очень знаковая победа ну а то что Иерусалим в итоге станет наконец-таки из разорного разделенного города городом объединенным городом который по-настоящему будет развиваться и расти мы с вами это все знаем и видим и мы желаем конечно Иерусалиму как написано у нас в псалмах Шалу Шалом Иерусалим просите мира Иерусалим Иерусалим это великий и замечательный город и сейчас он развивается он растет и мы желаем ему добра процветания и я вам хочу сказать глядя отсюда из Нью-Йорка приезжая в Израиль сейчас из-за короны вируса к сожалению я довольно долго уже не был в Израиле но у меня живут родители в Иерусалиме у меня очень много друзей в Израиле каждый раз приезжая туда и видя как этот город отстраивается как отстраивается Израиль я не могу не радоваться я думаю что мы наверное закончим именно тем что ну во-первых предоставим людям возможность высказаться задать вопросы закончим тем что пожелаем мира Иерусалиму мира Израилю процветания гармонии и ну большое спасибо еще раз за замечательную встречу за очень интересную информацию Григорий и наверное мы перейдем к вопросам я хотел попросить три минутки можно еще буквально пожалуйста конечно сейчас снова просто хотел показать как все происходило в 67 году значит Иерусалим был освобожден полностью 7 июня 27 июня Кнесет принимает закон об охране святых мест и свободе вероисповедания в этот же день принимается закон о праве правительства распространять израильскую юрисдикцию законодательство и администрацию на любые занятые территории на следующий же день этот закон применяется к Восточному Иерусалиму все Восточный Иерусалим вошел в состав дальше происходит сразу же в 67 году очень большое расширение официальной территории города причем во все стороны но что интересно что основной закон об Иерусалиме как вечной единой неделимой столицы Израиля будет принят только в 80-м году и это будет связано с тем что Анвар Садат при подписании Кемдевицких соглашений поднимет вопрос об Иерусалиме хотя к этому времени уже Садата не будет вот но на Израиле это произведет впечатление и будет принято решение что на всякий случай чтобы больше никому не повадно было вот надо принять такой основной закон об Иерусалиме опять же интересный такой момент да как наши враги помогают нам периодически напоминают нам о каких-то важных для нас вещах и помогают по сути нам да получается через божественное проведение и еще вот совсем немножечко просто о численности населения вот мы с вами видим цифры 1967 год 266 тысяч все население объединенного Иерусалима ну и практически 200 из них евреи вот цифры 1975 года 356 тысяч из них евреи 259 тысяч и вот как рос процент репатриантов доля репатриантов которые селились в Иерусалиме в 60-е годы это включая период разделенного города совсем мало 4,5% в среднем в год в 70-е годы 8% в 74-м году 10% в 81-й год уже близко к 20% но ситуация меняется к сожалению в 90-е годы из большой аллеи из бывшего Советского Союза только 60 тысяч репатриантов и впервые с 90-го по 2006-й год впервые отъезд евреев из Иерусалима превышает приезд к сожалению да мы знаем что у Иерусалима есть определенные проблемы связаны они с тем что город до сих пор ну Натан кстати это упоминал в конце прошлой лекции он упомянул о том что у нас по сути все-таки по сегодняшний день хотя зеленой черты и линии раздела у нас нет по сути город во многом остается разделенным я бы добавил к этому что не только на еврейские и арабские кварталы но у нас есть ультратоксальный квартал Иерусалима которые тоже во многом живут своей жизнью и если например развивать Иерусалим как центр именно столица как город который действительно становится мировым центром по сути то наверное нужно уделить этому особое внимание наверное это в том числе вопрос особого отношения к статусу Иерусалима понимания его важности и это вопрос не только бюджетов это наверное вопрос какого-то определенного я бы сказал даже глобального видения понимания того места который Иерусалим должен занимать наверное это еще не до конца произошло но я считаю что процесс тем не менее несмотря на несколько печальную статистику которую вы приводите я думаю что все-таки процесс идет и я очень надеюсь что он будет продолжаться я тоже не видите всегда хочется закончить какой-то оптимистичной такой ноты ну так уж сложилось наверное чтобы немножко у нас ну было по крайней мере более такое позитивное видение ситуации а наверное если вам если вам сейчас есть что-то еще добавить пожалуйста а если нет то мы можем перейти к вопросам так я только для позитива хочу добавить чтобы эти цифры заканчивались с 2006 годом с тех пор прошло 14 лет и но вы знаете очень многие пишут честно вам скажу если уж честно говорить очень многие пишут о том что одна из больших проблем Иерусалима это отток населения эта проблема существует она есть она реально существует и над этим нужно работать и я думаю что возможно на уровне исключительно мэрии и бюджета мэрии эта проблема не решается возможно эту проблему нужно решать на общенациональном уровне это мое мнение но там появляются общественные организации аму тот которые специально над этим работают и наводят мосты между светскими религиозными правда же это есть это все есть но я думаю тут вопрос некого определенного статуса Иерусалима как центра в общем-то мирового центра как города который действительно станет мировым центром еврейства центра духовности центром который будет символизировать все то что наверное Израиль то чем Израиль в общем собственно должен стать и я думаю что это процесс который безусловно будет идти пока может быть еще нет достаточного количества людей у нас в правительстве и в государственных структурах которые обладают таким государственным видением вот это мне кажется но я думаю что этот процесс все таки будет идти развиваться особенно когда Натан мне кажется хотел что-то добавить да да смотрите я с одной стороны как бы полный оптимизма и пятое-десятое но к сожалению чуть-чуть как бы это не ложка дегтя да но просто скажем такой знак вопроса который мне кажется показывает перспективу куда мы должны развиваться и тем не менее что неправильно вот поразительно я думаю что я не ошибусь вот из этих трех людей которые были показывать знаменитая фотография 1967 года да вот эта фотография Рава Горона на храмовой горе то есть для меня самый большой как бы эффект это эффект народный ты видишь людей которые просто как бы ам-исраэль это еврейский народ это не маргиналы это сейчас скажу почему маргиналы да это видно что это было общее состояние в народе правильно значит я не ошибусь скажу что по-моему я видел где-то что из этих трех ребят там есть один такой очень аж хенастский парень где-то это по-моему в середине да вот с ним было просто интервью он просто был за раздел Иерусалима теперь дальше если вы сейчас смотрите на подъем на храмовую гору да я прошу прощения да то при всем моем уважении к этим я сам не поднимаюсь но при всем моем уважении я полностью поддерживаю то есть я могу все кредиты да но это по многому маргинальное мнение согласен это маргиналы вы не видите вот этой толпы этих людей для которых это было очевидно и в этом в этом наша самая большая проблема на сегодняшний день Пинхас Полонский да он предлагал что надо вообще правильно было делать сейчас когда приводят да вот всякие делегации приезжают и все первым делом что их яд ваше ну вот поплачьте посмотрите уж после этого понятно что от вас можно что-то выбить как бы круче показать нельзя а их как бы вот яд ваше надо ставить как бы факультативно а что надо было сделать не факультативно а обязательно это приводить где-нибудь на армону нациф да на митспе смотровую площадку и показывать вот у нас здесь был стоял наш храм вот на это посмотрите а этого никто не будет делать а если будут а если будут что-то говорить антиизраильское то можно напомнить что между прочим члены семьи Хусейни включая вот тех кто устраивал эти погромы в 36-39 году похоронены на храмовой горе да ну вот самая большая проблема я как бы заканчиваю свою самая большая проблема на мой взгляд это произошедший откат особенно то что мы видим в последние годы это откат израильской общественности от темы Иерусалима как святого как религии как храмовой горы это просто массовый откат и может быть в том числе как центра объединения вообще еврейства еврейского духа может быть даже не ограничивает это сугубо религиозной тематикой может быть собственно в этом и проблема это видится очень многими светскими евреями до сих пор как исключительно религиозная тематика которая имеет отношение к религии а поднять это на уровень некой общенациональной тематики может быть даже некого такого понимания того что здесь вообще говоря благословение будущего еврейского народа во многом с этим связано ну я думаю что в моем уважении к Натану я бы не согласился 2020 лет тому назад когда я пытался подняться на храмовую гору с Иудой Гликом нет не с Иудой Гликом Юдой Цион да нас избили нас избили арестовали и судили последние три года я вместе со своим сыном и со своими внуками у нас такая традиция появилась мы в Тешабеаб поднимаемся на храмовую гору и и и все прекрасно все хорошо мы не маргиналы отнюдь и как бы и я вижу там кучу народу я вижу движение называется новое не какое-то вот действительно Иуда и Цион это было что-то такое мамаш маргинальное студенты загоробают довольно мощное движение прошлый я не знаю сколько поднялось в этот Тешабеаб прошлый Тешабеаб поднялось рекордное количество людей рекордное по отношению к другим Тешабеаб я не помню это было 4 тысячи или 3 тысячи но как бы число растет и я как раз мне как раз лично кажется что если 20 лет назад это было действительно совершенно маргинально попытаться подняться на храмовую гору то сегодня в общем-то вопрос идет о молитве на храмовой горе то есть прогресс безусловно есть слушай прогресс есть демонстрации у Бальфора последний раз было 15 тысяч человек я не сравниваю я просто тебе говорю цифры понимаешь так что тут как бы это не Натан я думаю нам надо от слова нам надо от слова наверное да да конечно окей вот я вижу Евгений поднял руку да я хотел сказать насчет архитектуры строительства в городе есть такое мнение что Тит разрушил Иерусалим то я считаю что Иерусалимская Рея тоже его разрушает потому что когда идешь по старому не по старому от города где вот Яфа Нахлаот и все остальные районы значит там это просто откуда я говорю потому что я слушал лекции Давид Кроянкин это главный хоритектор был в свое время Иерусалимской Реи и он рассказывал как эти проекты идут сегодня центр города город мертвых они стоят многоэтажки эти многоэтажки покупают евреи за границей и приезжают это раз в году два раза в году эти дома стоят пустые когда вы проходите мимо этих улиц образуются целые районы таких вот городов призраков по сути да это не районы это центр города улица Яфа и вокруг него а зачем кроме того улица Яфа они уничтожают именно это вообще в Европе эти места это делается как бы центр сегодня 19-е начало 20-го века эти дома сохраняют Иерусалимская района все уничтожает и строят многоэтаж которые после смотрят я понимаю когда Дефанс построили в Париже отдельный район многоэтажки красиво смотрят но когда в старый город строят многоэтажки когда египетскую пирамиду начали строить у нас в свое время в Иерусалиме и затем Кабан разорился но это вообще конечно поэтому очень проблематично архитектурный облик города теряется то есть Евгений вы подняли мне кажется важный вопрос мы об этом сегодня не говорили но говоря вот о потере архитектурного облика тут два проекта которые я наверное думаю мы можем вспомнить которые на мой взгляд действительно достаточно уродливые к сожалению строительство Биньян Клаль в самом центре Иерусалима на месте школы Альянс которая была историческим достаточно интересным зданием оно было к сожалению разрушено и строительство министерства образования которое тоже было построено совсем в общем-то не вписываясь в стиль существовавшего рядом итальянского госпиталя вот это два таких довольно крупных проекта которые были в Иерусалиме 70-х которые как мне кажется действительно в общем-то иллюстрация того о чем вы говорите ну и конечно по поводу города призрак это тоже проблема о которой многие пишут и говорят и пока не очень понятно как ее будут решать есть еще какие-то комментарии у нас я хочу сказать что еще была эта пирамида которую убрали в последний момент которая должна была вычисто больше 100 метров должна была котлован если вы можете поставить котлован который вырыли но сейчас каблан сбежал и непонятно что там будет и кстати я даже Матан поднимал руку да ну в общем короче это проблема большая можете с краянкером пообщаться он вам расскажет он боился заходить в религиозные районы краянкер потому что эти пока хим изрии они просто только под эгидой полиции нарядом могут зайти в какие-то районы я уже не говорю про арабские районы проблема незаконного строительства тоже очень большая согласен я вижу Матан хотел что-то сказать я просто считаю что вы Евгений поднял очень больную тему но она совершенно выходит за рамки нашего дискурса ее здесь не обсудить и так далее если уж на то пошло то вроде бы вы наверное должны были бы вспомнить и пресловутый Холли Лент и так далее это чистой воды бизнес и святая земля она стоит дорого поэтому нам всем понятно почему это происходит обсуждать это и как бы критиковать кабланов мэрию Иерусалима я не думаю что проблема заключается в какой-то там халатности или там еще какой-то мэрии я говорю о старом городе о старом городе в том числе о старом городе Холли находит в черной альбе это совсем другое место это действительно может нам стоить что хотите но улица Япа или все улица Невеем это все понятно дело не вместе дело с проводимой политикой понимаете да то есть мы возвращаемся с вами в общем-то к теме о том что наверное вот вопрос о том что Иерусалим как некий национальный приоритет это периодически декларируется но наверное недостаточно для этого делать собственно мы к этому снова возвращаемся уже немножко под другим углом Абсолютно это происходит потому что вот как Натом заметил или еще я не помню кто что в принципе теряется общенациональное значение Иерусалима и отход понимаете он не является образующим таким поэтому важность его в этом смысле теряется поэтому это отдается на откуп бизнесменам и как бы политика определяется совершенно другими направлениями и реоритетами Спасибо за ваш комментарий Спасибо Ну Григорий может быть какие-то итоги мы хотим подвести прежде чем мы заканчиваем нашу встречу сегодня Да даже не знаю вообще тема именно Иерусалима она настолько бесконечная и то что там происходит сейчас вот о чем сейчас говорили это вот мне например настолько жалко я бы очень хотел там жить вот я знаю что мои друзья близкие жили там но в конце концов уехали в Хадеру вот но неважно но все-таки мы же оптимисты безусловно и я думаю что если мы с вами вспомним о недавнем решении администрации Трампа перенести посольство это немаленькое по важности решение оно мне кажется достаточно символичное и я мне очень хочется верить что это очень серьезно поднимает статус Иерусалима в международном плане и я думаю что мы все-таки несмотря на все сложности мы движемся в правильном направлении и это направление оно в общем-то задается самим ходом истории которым как мы верим управляет Всевышний это неизбежное направление развития Иерусалима как не просто центра связанного с Израилем или с еврейским миром а как центра который поможет нам воплотить видение еврейского народа для всего человечества то есть воплотить идею о том что вот это присутствие Всевышнего во всех сферах жизни мне кажется что Иерусалим это не просто символизирует он должен это также воплощать и реализовывать во многом это уже происходит сегодня если мы с вами сравним еврейскую жизнь в том же Иерусалиме до 67 года и сегодня мы увидим конечно существенный рост существенное улучшение у нас бывают разные мэры бывают мэры очень успешные типа баркаты бывают менее успешные но тем не менее мне кажется это все-таки тактические моменты а если мы говорим о некой стратегии давайте не забывать о том что Всевышний нас помнит он управляет ходом истории и как мне кажется как спел по этому поводу Борис Гребничков все в надежных руках мне хочется пожелать всем хорошего настроения оптимизма бодрости и пожелать мира Иерусалиму пожелать мира Израилю и всяческие благословения всем еще раз большое спасибо Григорь и большое спасибо Натану мы насчет будущего поговорим сейчас или я думаю можно чтобы это осталось в записи чтобы вас те кто остались сейчас еще на нашем тоже про это прослушали я думаю что это абрис можно дать тут была идея некая я так понимаю конференция у вас Григорий да собственно не у меня у меня было я просто вбросил да вот такую идею конференции я тогда имел ввиду чтобы и слушатели наши уже говорили побольше вот так как бывает в передачах Натана вот по вторникам окей вот это была одна это была только одна из идей но идея была насколько я понимаю поправь меня если я неправильно говорю идея была такая попытаться попытаться наметить пути эффективного развития Израиля направление которое представляется нам правильно направление национальным направление религиозным какие каждый из присутствующих какие направления у нас сейчас очень непростое время у нас большая смута если можно так сказать вообще и корона и под короной правые не знают что делать левые слава богу вообще нету не важно самое главное что правые не знают что делать поэтому сейчас очень важно выработать мне кажется стратегические направления куда идти что важно еще 10 человек 100 человек которые поднимутся на храмовую гору либо добиться того чтобы в Иерусалим приезжали тысячи людей на всемирное ралли это я просто Натан может нам стоит тогда подготовить несколько тачков для этой конференции заранее мы постараемся это может быть сделать к следующей неделе если это не получится мы это сделаем и соответственно объявим но наша у нас идея такая это не спор между левым и правым потому что надеюсь это у меня вырвалось у нас левый лагерь будет не сильно представлен но даже это не спор внутри правых правых кто повесит больше взрывчатки и кто куда больше пойдет так грубо говоря это не то это мы не хотим здесь мы даже не хотим как бы политических споров мы хотим выработать национальное направление что является национальными приорити что национальными приоритетами да если бы мы сегодня выработали наш план и представили его Беннету Биби я не знаю кому Сару людям которые стоят по главе правого лагеря вот наши предложения с точки зрения русскоязычного Израиля Америки России куда ребята это правильно двигают это кстати может быть достаточно актуально сейчас скоро будет мировой съезд Ликуда съезд Ликуда Лами где будет очень большое количество разных выступать и я думаю что если у нас будут какие-то конкретные идеи предложения это могло бы как-то прозвучать я тебе скажу это даже более чем актуально потому что скорее всего мы идем к выборам поэтому это будет более чем актуально понимаешь кроме съезд окей тогда давайте готовиться все говоря выборы понимаешь прекрасно давайте готовиться я не имею ввиду в данном случае выборы потому что я смиюсь за границей хотя израильские граждане не могу участвовать в них но я имею ввиду нашу конференцию и мне кажется прекрасная идея и идея такая которая поможет нам что-то такое позитивное плодотворное какие-то конкретные предложения мне кажется это правильное очень направление я за присылайте нам свои тезисы участвуйте которые нас сейчас слышат и которые нас будут слушать в записи и которые слушают нас еще до сих пор на фейсбуке пожалуйста в любом удобном вам виде где вы нас видите пожалуйста присылайте свои тезисы я сделаю страницу на сайте lelmo.org пожалуйста присылайте свои мысли тезисы всем будет дано слово выступить пока что прекрасно очень хорошо замечательно окей на этой позитивной ноте мы с вами заканчиваем наверное и хочется всем пожелать хорошего настроения плодотворной работы над тезисами и крепкого здоровья физического и морального так что всем оптимизма радости и хорошей недели окей всем счастливо до свидания пока